Самая крупная на Северном Кавказе музыкальная школа совсем скоро откроет свои двери в Беслане. К ее строительству приступили в 2022 году. Кабинеты для занятий оснащены ортопедической мебелью и интерактивными досками. Теперь погрузиться в мир музыки детям будет проще и интереснее. В актовом зале школы специальная отделка для хорошей акустики. Музыкальная атмосфера здесь пропитана все, буквально с порога. Здание представляет из себя трехэтажное сооружение. Проект был индивидуальный, он даже чем-то напоминает стиль американского архитектора Райта, чтобы это все гармонировало со старым Бесланом. На территории, так как это все относится к музыке, на территории, значит, у нас дорожка тоже сделана в виде скрипичного ключа. Все напоминает музыку. На заборах у нас тоже музыкальные такие вставки. У нас даже скамейки с музыкальными нотами. Переезд в новое здание стал подарком для образовательного учреждения к 65-летию. В старой школе условия уже не отвечали современным требованиям, несмотря на то, что чистоту и уют поддерживали своими силами. Новая школа полностью приспособлена для маломобильных граждан. Также в здании есть лифт, на каждом этаже есть оснащенные санузлы. В школе будет работать медицинский кабинет и библиотека. Есть чем гордиться. Огромная благодарность тем, кто вот эту идею предложил. И мы возрождаемся, как Феникс, наверное, из старой школы в новой. Мы надеемся, что все будет отлично. Таких школ нет аналогов, во всяком случае, в Южно-Федеральном округе. И перед нами задача и ответственность очень большая. Сделать так, чтобы мы стали еще сильнее, еще крепче и как можно больше подарили государству талантливых детей. Кабинеты новой музыкальной школы уже оснащены инструментами. Администрация Правобережного района закупила фортепиано, рояли, аккордеоны и национальные гармошки. Всего 28 инструментов. С сентября в школе могут открыться и новые направления. Мы постараемся сделать все для того, чтобы развивать разные новые направления, которых у нас пока нет. Но в приоритете даже с сентября мы откроем уже новые направления. Например, у нас в планах открыть струнное направление, это гитара-скрипка и театральное направление. Также мы думаем открыть вокально-хоровое отделение. Ну, естественно, все будем делать поэтапно, постепенно, потому что надо нам самим, в первую очередь, привыкнуть, чтобы мы переехали с такой маленькой музыкальной школы в большое трехэтажное здание. Расположение новой музыкальной школы вызвало много вопросов. Добраться сюда можно только на личном транспорте. Но администрация района уже разработала план перевозки детей, а в течение месяца до образовательного учреждения обустроят и тротуар. Больше года назад в музыкальной школе Беслана присвоили имя заслуженного деятеля искусств России, композитора Атсамаза Макоева. Он родом с нашего города. Мы очень часто играем его произведения. И эта идея появилась у меня и в нашего целый год. И с таким предложением обратилась к нему в какой-то из дней, решилась и предложила ему. Он был очень тронут, конечно. На данный момент наши дети начали выступать с симфоническим оркестром Мариинского театра под руководством маэстро Макоева. Мы дали уже несколько концертов по республике. В планах выступить и на сценах соседних регионов – Чечня, Кабардино-Балкария, Ингушетия. А пока школа готовится к переезду в новое здание. Официальное открытие запланировано на 1 апреля. Алина Хасаева, Михаил Безуглов, Вадим Панченко. 15-й регион.